Многие любят совершать покупки, но не все знают, что даже в таком приятном деле, как шоппинг, есть свои нюансы, как, к примеру, права потребителей. Интересно, что об этом знают югорчане? Знаете что-нибудь про права потребителей? То, что товары можно возвращать по чеку. Если товар стоит слишком близко, то есть должны быть проходы. То есть, если потребитель, к примеру, задел из-за узкого прохода, то он не виноват в этом, в этом вина магазина. Чаще всего все уповают на 25-ю статью закона о защите прав потребителей. Это возврат товара надлежащего качества просто потому, что он не понравился. Но почему-то очень многие считают, что можно вернуть его без коробки, с сорванными пломбами, еще чем-нибудь. Но это же подразумевает, что товар будет продаваться в дальнейшем, а без упаковки. Как его адекватно продать? Две недели на возврат имеет право с чеком любой потребитель. Знания оказалось маловато. А ведь права потребителей – это не просто документ, а действительно большая помощь при конфликтах с продавцами. К примеру, даже в том, как вернуть товар, есть свои тонкости, которые в ситуации возврата обязательно нужно учитывать. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата оплаченной из такой товар суммы, либо предъявить требование о замене в течение 15 дней со дня передачи потребителю этого товара. На самом деле отсутствие чека не является препятствием для, скажем так, возврата товара. Кроме возврата товара, конечно, есть топ-правил. К примеру, о покупках в интернете. В течение 7 дней после покупки, если товар еще не был получен, покупатель имеет право отказаться от покупки без дополнительных условий. Если говорить об очных покупках, важно знать правила о цене товара. Если на ценнике вы видите одну цифру, а на кассе абсолютно другую, вы вправе потребовать, чтобы товар был куплен по той цене, которая указана на ценнике. Также любой покупатель вправе досконально узнавать информацию о товаре, который хочет приобрести. Узнавать все про качество товара, производство товара и так далее. Кроме того, в принципе, даже при покупке, допустим, товара с какими-то недостатками, которые не были оговорены продавцом, у потребителя, то есть у покупателей имеются тоже определенные права, но я думаю, о каких можно будет сказать, то есть это они могут требовать замены на товар такой же марки. Рекомендациями о возврате товара я пользовалась лично. Продукт был просрочен и переклеенный ценник я заметила только дома, но решила вернуться и предъявить некачественный товар. Заменить товар или получить обратно деньги, если ты знаешь свои права. Совершенно не сложно. Совершайте покупки с удовольствием и не бойтесь говорить про свое недовольство, если на то есть причина.